Вы профессиональный танкист, да? Вот вы получили боевую технику, боевую генизу. Что она из себя представляла? Вы их приняли и начали осматривать. Танки те же самые, что наши, радянские, еще с 70-х годов. Ну, насколько я знаю, что Украина эти танки передала Македонии где-то в 2001 или 2003 году, а теперь они нам ее назад. Топ-то они ничем не отличаются от наших Т-72. Те же самые. Ну, личный состав танкистами не были. Они только пришли, только месяц занять было, ну, и все. Топ-то если так рассуждать, то они не были готовы. Ну, я лично, что, ну, говорю, что не за три недели, даже не за три месяца танкиста, ну, нереально сделать. Все знали, что они не обучены, ну, времени не хватает, чтобы обучить. А как получилось, что появилась мысль, да, вот, сдаться в плен? У меня, лично? Ну, у меня, получается, мина прилетела возле двигуна, двигун остановился, ну, и плюс там гарматное устройство уже давало заднюю. Ну, и мы вылезли из танка, пошли в окоп к нашим, и, получается, нас окружили, ну, и сдались в плен. Ну, русские хорошо воюют. Ну, нормально здесь относятся. Нормально относятся их. Вот это, говоришь, слушайте, а камеры снимают? Нет, я серьезно говорю. Есть, дают, синяков не видно на мне, не бьют нормально. Меня не, ну, я знаю, что мы славяне все одни, да, ну, эта война, блин, никому не нужна. Это уже надо, вот, руководством решать, чтобы поскорее ее закончить, потому что, ну, никому она не нужна. Почему, да, вот, не танкистов, в танковую часть определяют? Может, потому что их уже не осталось, або, может, конечно, удивляет, потому что не может так быть. Ну, поступать нужно было так, ну, с мозгами, да, как говорится, с головой. Ну, не так, как нас вот кинули, нападение, личный состав не подготовлен, работать надо было с головой, можно так сказать. Ну, я знал, что это моя работа, я присягу складал. Ну, после этого, как вот личный состав не подготовлен, кинули, у меня уже, не знаю, это не должно так быть. Ну, по сути, на тебе ответственность за судьбу этих людей не подготовлены, которых ты повел в бой, которым ты дал приказ идти в наступление. Это твоя ответственность как командир, и моральная, и по-любому, по-человечески. Ну, я знаю, что это моя, ну, сверху давили, сверху бой, я всем и говорил, что личный состав не подготовлен, не подготовлен к этому. Алло, привет. Привет, Квитка. Что ты там? Все хорошо, ты что там? Ничего, все нормально. Все хорошо. Что делать, я не знаю. Ничего, звоните постійно до командования мого и спросите, что там, что там, все, наявите им. Да, я звонила, все, я сказала. Постійно звоните до командования и скажите. Я сказала, понимаешь, я сказала, я сказала, чтобы каждый день, понимаешь, я и... Ну, понятно. И что командование... Ну, а что командование казало? Чекаете? Рослідувание. Ясно. 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 Продолжение следует...